Всем привет! С вами, как всегда, я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Тут меня спрашивали, что мы едим за кадром. Соруб кровотайны. Работа над каналом занимает уйму времени и частенько сил на то, чтобы готовить для себя, просто не остаётся. Поэтому иногда мы едим сырую еду, сырые овощи в виде салатов и даже сырое мясо. Единственное, на что хватает сил, приправить солью и перцем. Ну, на этом, собственно говоря, вся готовка заканчивается. Вот и сейчас. Пройдём на рабочее место. Вот у меня утиная грудка. Сегодня мы уже остались голодными из-за съёмок. Завтра целый день монтажом заниматься, поэтому засыплю её солью, чтобы не испортилось. Из-за постоянного сидения перед компьютером надо ограничивать себя в поедании жирной пищи. Поэтому вот эту шкурку, выступающую за край мяса, я срежу. Теперь надо взять льняное полотенце, желательно чистое, морскую соль, желательно крупную, и крупномолотый свежий чёрный перец. Слой соли примерно в сантиметр. Обильно посыпаю крупно дроблённым перцем. И уложу на эту подушку грудку. Сверху опять перец. Опять слой соли в тот же самый сантиметр. Соль будет работать как консервант. Но перец придаст яркости. А теперь осталось всё замотать в полотенце и убрать в холодильник до лучших времён. Рано или поздно у нас появится время, чтобы поесть. Надо поплотнее замотать. Привет! Вот уж сегодня точно поедим. Утиная грудка пролежала в соли и перце 48 часов, и пора её пробовать. Сначала встряхну всю соль. Вообще говоря, 24 часов уже достаточно. 48 это максимум, сколько потребуется утке, чтобы хорошенько просолиться. В прошлый раз мы её передержали немного побольше, она была чересчур солёная. Её хорошо бы не просто оттряхнуть от соли, а даже смыть лишнюю соль под водой. Ну, а потом сушить полотенцем бумажным. Теперь опять посыпаю свежемолотым, крупно молотым. С чёрным перцем. В таком виде, завёрнутая в полотенце, она может храниться в холодильнике месяца 2-3. Теоретически. Если никто раньше не найдёт. Или если холодильник закрыть на замок, а ключ выкинуть. Думаю, что сегодня можно порадовать себя более полноценной едой. У меня на гарнир. Тварная картошечка и свежий зелёный салат. Отрежу несколько ломтиков, пока картошка не остыла. Конечно же, в идеальном варианте сюда подошла бы больше молодая картошка. Но пока не сезон. Осталось только попробовать. А что его пробовать, да? Сало я к салу. Обалдеть. Нежнейшее мясо. Просто фантастика. Это потрясающе. Просто потрясающе. Наконец-то впервые за два дня могу поесть нормально. Мясо, картошечки, салатика. Я, кстати, буквально спинным мозгом чувствую, что сейчас появится несколько воплей. Сырое? Я сырое не ем? Фу! Я прекрасно понимаю, что все эти вопли связаны с лимитарным нежеланием внимательно читать этикетки на продуктах. Так, самые рьяные вопители. Сейчас еще картошечки тоже приму. Очень вкусная картошка. С крупной солью морской. Очень вкусно. Ммм, прекрасное сочетание. Так вот, вопители, вы наверняка едите сыровяленую грудинку. Вы, я думаю, абсолютно не откажетесь от хамона, от пармской ветчины. Да, от целой кучи. Да, сыровяленая колбаса. Что это такое, по-вашему? Вот так это все и готовится. Посолили, провялили и едим. И это прекрасное блюдо. Совершенно потрясающе. Этот незамысловатый в готовке, но впечатляющий по результату рецепт нашелся на страницах ЖЖ. Анна Рюс, проживающая во Франции. Она поделилась с читателями своего журнала результатом посещения мастер-класса по разделке утки. Французы вообще традиционно, отменно и разнообразно готовят эту птицу. И я посчитал для себя совершенно невозможным скрыть от вас такую фантастику. Сразу же напомню о продовольственной безопасности. Готовить так можно только ту птицу, которая прошла ветеринарный контроль. Помните, сальмонелла бывает не только у кур. Промышленно выращиваемая птица безопасна. С ней производят всякие мероприятия, которые устраняют все неприятные для человека штуки. Поэтому я, например, такую замечательную грудку ем совершенно спокойно. Ну, то есть, как спокойно, с вожделением. Она великолепна. Очень рекомендую. Вот и все на сегодня. У нас сегодня освещение скачет. Облака летят по небу. Поэтому то ярко, то темно. Вы уж извините, пытаюсь поправить на постпродакшене. Но вряд ли что-то получится. Новые зрители, заглядывайте обязательно в описание видео. Там есть ссылки на разные соцсети. Инстаграм, ЖЖ, ВКонтакт. Во всех этих сетях я публикую фотографии. Я публикую рецепты, те, которые не снимаю на видео. Очень может быть, что вас там многое, что заинтересует. Рекомендую заглянуть. И еще раз обращаюсь ко всем боякам сыровяльного мяса. Пробуйте. Это очень вкусно. Совершенно не страшно. И я думаю, сильно расширит горизонты вашего видения той еды, которую можно употребить в пищу с удовольствием. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok